Родной город глазами детей. Какой он? Подвели итоги детского конкурса «Нарисуй Караганду». В течение месяца в редакцию канала маленькие жители приносили рисунки, на которых было изображено настоящее прошлое и будущее города. Интервью с маленькими карагандинцами записала Любовь Мертенкевич. Сегодня в редакцию пятого канала спешат его маленькие зрители, а точнее те, кто принял участие в детском конкурсе «Нарисуй Караганду». Он был приурочен к юбилейному выпуску программы «Моя Караганда». Маленькие зрители рисовали город, в котором живут. Настоящее прошлое и будущее. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мечеть, потому что мы недавно съездили в Турцию. И там всех хвастались своими мечетями. А вот мне бабушка дала несколько выборов. Я выбрала мечеть, чтобы показать, что у нас в Караганде ничем не хуже. В 1945 году там закончилась война, такими фильмами были. И мы, мои папа и мама там ходили, когда они были подростками. И там они всегда пошли в кинотеатр. Тогда этот кинотеатр был первым. Я нарисовала тут Стеллу. Я возле нее живу. Она мне очень нравится. Анастасия Ли – самая старшая из победителей конкурса рисунков. Восьмиклассницы близок формат программы «Моя Караганда», в которой был объявлен конкурс. К тому же она неплохо рисует, признается Настя. Я люблю историю вообще. И предмет истории, и различные передачи, связанные с историей. История очень важна, потому что, как говорят, человек, не знающий историю прошлого, не имеет будущего. Изначально планировалось отобрать три лучшие работы в каждой номинации. Однако в редакцию канала было прислано так много интересных рисунков, что не отметить их было нельзя. К примеру, этот рисунок нарисовал шестилетний мальчик. Как признается он нам, работа выполнена не совсем самостоятельно. Мне вот это помог дядя. Дядя Налзан. Вот это просто нарисовал, а дальше мы с мамой нарисовали дальше. Участие в конкурсе приняло около двухсот маленьких карагандинцев. Нам приносили и прислали работы на электронный адрес канала. Анна Нинашева решила принять участие и нарисовать караганду по настоянию старших в семье. Мне нравится рисовать. И я хотела получить подарок. В итоге авторы 14 работ были приглашены сегодня в студию пятого канала, где им были торжественно вручены подарки. Любовь Марсинкиевич, Орген Умыр, Артем Ковалев, Пятый канал.